В Самарской области ликвидируют последствия урагана. Стихия разбушевалась накануне вечером. И уже больше суток шквалистый ветер то затихает, то поднимается с новой силой. Вырванные с корнем деревья, упавшие остановки, оборванные провода. 1300 жилых домов в Тольятти остались без света. Перебои с электроснабжением были также в Сергиевском, Елховском и Богатовском районах. В Самаре упавшими деревьями повреждено 7 автомобилей, 9 участков линии электропередач и кровли 9 многоквартирных домов. Это только предварительные подсчеты. А тем временем МЧС снова предупреждает об ухудшении погодных условий. Антон Вашурин о масштабах разрушений и причинах катаклизма. Дождь стеной и море по капот на проезжей части. Сначала стихия обрушилась на Тольятти. Машины буксуют, пешеходы развлекаются как могут. Но уже скоро становится не до шуток. Вдобавок к ливню шквалистый ветер, который буквально сметает все на своем пути. Деревья падают на машины и обрывают провода. В результате локальный конец света. Без электричества 1300 домов. Похожие проблемы испытывают и жители Сергиевского, Елховского и Богатовского районов. И это еще что называется, легко отделались. По сравнению с другими субъектами, которых вот такие неблагоприятные явления в Приволском федеральном округе задели, у нас самое наименьшее, скажем так, последствия. Погибших, пострадавших нет. Обращений жителей о том, что о получении травм в результате прохождения вот таких неблагоприятных явлений не было. Самару стихия пришла ближе к вечеру. Ветер усилился с наступлением темноты, до штормовых 27 метров в секунду. Ураган сносит остановки и крутит в воздухе куски кровли. Упавшими деревьями повреждены крыши 9 многоквартирных домов, 7 автомобилей, 9 участков линии электропередач. И это только предварительные подсчеты. Глава Самары поручил сформировать специальную комиссию, которая займется оценкой ущерба. Из-за шторма на Волге с вечера 5 июля были отменены все рейсы. Когда они возобновятся, неизвестно. Речники ожидают улучшения погодных условий. А в МЧС снова предупреждают об ухудшениях. Усиление ветра, дождь, гроза и даже град. Все это возможно в ближайшие сутки. В Приволжском гидромедцентре отмечают. То, что происходит сейчас с погодой в регионе, явление редкое, но не аномальное. Виной всему, по словам синоптиков, циклонический вихрь, который пришел к нам с берегов Черного моря. Впрочем, его центр уже постепенно смещается в сторону Ижевска. Неустойчивый характер погоды в ближайшие три дня еще сохранится на Средней Волге, но дожди будут кратковременными. Ветер будет в пределах 7-13 метров в секунду, а температурный фон достаточно комфортный. В ночные часы от 9 до 15 градусов, а дневной фон температуры будет от 19 до 25 градусов. Погода постепенно будет налаживаться. По сведениям гидромедцентра России, в среднем в июле температура воздуха приблизится к климатической норме. А пока в Самаре продолжают ждать лето и устраняют последствия урагана. Антон Вашурин, Сергей Александров, Новости губернии.